Тарифы на жилищно-коммунальные услуги – чувствительная для населения тема, а если речь идет об их повышении, то тем более. На очередном еженедельном совещании чиновники обсудили изменения, которые ожидают горожан в ближайшее время. С 1 июля этого года в Чувашии изменились цены на тарифы – воду, свет, отопление, электроэнергию. Рост не превысил допустимый индекс изменения, вносимый гражданами платы за коммунальные услуги, и в целом по республике составил не более 3,9%. Что касается города Чебоксары, то рост произойдет в районах, которые обслуживает компания «Коммунальная технология». Это юго-западный, северо-западный район, южный поселок Лапсары, улица Богдана Хмельницкого. Для жильцов многоквартирных домов тепловая энергия, которым подается поставщиком ПАОТЭ+, плата останется на прежнем уровне или даже снизится. На заседании также подвели промежуточные итоги летней занятости несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Мониторинг проводят более полутора тысяч классных руководителей, социальных педагогов, а также сотрудники МВД. В течение июня и июля были организованы рейды. Количество несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малоимущих семей, дети-инвалиды, составляет 7 375 человек. В целях занятости детей в каникулярный период были организованы загородные здоровительные, палаточные лагеря, смены, лагеря с дневным пребыванием и временной занятостью детей. По итогам рейдовых проверок будут проведены расширенные заседания с участием директоров школ.